теперь аккумуляторные батареи но сначала нужно выполнить работы предусмотренные первым техническим обслуживанием после этого замеряется плотность электролита в каждом аккумуляторе батареи разряженные более чем на 50 процентов летом и более чем на 25 зимой к эксплуатации не допускаются далее профилактическое обслуживание аппаратов управления и запуска и панелей сопротивлений при обнаружении нагара зачищаются главные контакты а блокировочные протираются мягкой ветошью здесь надо очистить контроллер панель с сопротивлениями и клеммник от пыли и грязи затем проверить контакты в контроллере в бульдозерном и рыхлительном оборудовании необходимо смазать шарнирные винтовые соединения и подшипники согласно таблице и карте смазки через каждую тысячу моточасов работы бульдозера проводится третье техническое обслуживание сначала выполните все операции по второму техническому обслуживанию а затем приступите к следующим работам для профилактики масляных фильтров тонкой очистки нужно стаканы с фильтрующими элементами разобрать и промыть в дизельном топливе старые фильтрующие пластины входные и выходные проставки и чехол заменить на новые заменить смазку в бортовых редукторах произвести дозаправку смазки ведущие колеса и смазку осей силовых цилиндров затем надо очистить сопла и эжекторы системы охлаждения после этого профилактическое обслуживание зарядного генератора произведите промывку корпуса заднего моста промойте картер редуктора привода силового генератора вот так начинает промывку гидропривода управление навесным оборудованием в бак гидросистемы заливается промывочное веретенное масло не менее 70 литров для промывки гидросистемы штоки силовых цилиндров надо поднять и опустить не менее 10 раз затем слить промывочное масло и заправить гидропривод свежим маслом через тысячу моточасов работы проверяют состояние предохранителей следов подгара или окисления нет плавкая вставка надежно закреплена в контакторной панели осмотрите плавкую вставку патронов предохранителей затем убедитесь в исправности электрооборудования везде прежде всего должна быть чистота не допускается ослабление контактов передвижение проводов в хомутах и скобах а также нарушение изоляции сезонное техническое обслуживание два раза в году при переходе к летнему и зимнему периодам проводится сезонное техническое обслуживание сезонное техническое обслуживание как правило совмещайте с очередным техническим обслуживанием после проведения работ по очередному техническому обслуживанию слейте охлаждающую жидкость антифриз или воду следующая операция подготовка к зиме предпускового обогревателя двигателя для этого снимите с трактора редуктор обогревателя затем дозаправьте маслом до уровня контрольного отверстия а теперь промойте систему охлаждения чистой мягкой водой после прогрева двигателя и слива промывочной жидкости систему охлаждения на лето заливает воду на зиму антифриз антифриз это сильный яд и работать с ним надо осторожно чтобы заменить рабочую жидкость в гидрораскосе бульдозера надо разобрать гидрозамок и извлечь из него шарик под одну из сторон отвала установить подставку сторона не имеющая подставки опустится и перемещением поршней рабочая жидкость будет вытеснена из одной полости гидроцилиндра потом подставка убирается и начинает опускаться другая сторона отвала и рабочая жидкость вытесняется из другой полости гидроцилиндра после этого снова запустите двигатель и несколько раз произведите перекос отвала в результате полость гидроцилиндра и гидрозамка заполнится рабочей жидкостью своевременное и качественное выполнение технического обслуживания обеспечивает постоянную исправность и готовность бульдозера к работе в результате заполнится на стартом переводе отдельный блок но используется партнер подставка обслуживание блин в какой-то приклеивания Субтитры создавал DimaTorzok